Как вывести регион на новый уровень социально-экономического развития? Об этом сегодня мы говорим с генеральным директором фонда развития Краснодарского края Ильей Шакаловым. Здравствуйте. Здравствуйте. Что касается деятельности фонда развития Краснодарского края, есть определенные социально значимые проекты. Насколько я знаю, вы поддерживаете не только уже существующие социальные проекты, но и занимаетесь разработкой каких-то принципиально новых социальных программ. О чем идет речь? Какие удалось за последнее время? Конечно, базовое то, с чего мы начинали, это предоставление определенных рекламных конструкций, так скажем, тризматронов для продвижения и для заявки о себе общественных организаций. Не секрет, что общественная организация, будь то это социальный предприниматель, как НКО, некоммерческая организация, так и уже действующее предприятие, которое выполняет функции социального предпринимательства, не всегда имеет возможность заявиться о себе, либо не располагает финансовыми средствами для рекламы. И вот в супермаркетах, в торговых центрах мы имеем определенные конструкции, то есть это такой объем, пул квадратных метров, которые мы предоставляем совершенно бесплатно для общественных организаций. И государственных структур, которые могут рассказать о своих плюсах, о своей информации, об услугах, о товарах. То есть это такой базовый вариант поддержки, не только на сайте мы можем прописывать их, что мы и делаем, либо приглашаем их на какие-то мероприятия, но и уже статично, когда пользователи, посетители торговых центров, как раз проходя мимо, читают информацию об общественных организациях, о социальном предпринимательстве и окладывают у себя в голове. Что касается вообще социального предпринимательства, мы участвуем в разработках и социально-экономических стратегий муниципалитетов, вместе с консалтинговыми компаниями, с экспертами, с деловым сообществом. Мы взаимодействуем как раз с бизнес-ассоциациями, это и торгово-промышленная палата, и пора России, и деловая России, и Российский союз промышленников и предпринимателей, и многие другие. И сейчас мы видим как раз активизацию небольших таких бизнес-клубов, которые объединяют в себе порядка 15-20 предприятий, которые как раз вырабатывают тоже предложения по оптимизации экономики, по различным экологическим проектам, по социальному предпринимательству. И как раз мы, взаимодействуя с ними, используем свои площадки как проведение мероприятий базовых, это конференции, круглые столы, различные семинары, это информационная поддержка. И как раз продвигаем те или иные услуги в народ, чтобы, по крайней мере, человек, который занимается социальным предпринимательством, мог о себе заявить. И порой его услуги дешевле, чем государственные в некоторых аспектах. Поэтому государство и заинтересовано сложить в себя часть функций, которые дублируются некоммерческим сектором, тем самым дать возможность заработать некоммерческому сектору. В Краснодарском крае у нас очень много и активно используются общественные организации для продвижения социальных функций. И в Краснодарском крае у нас более 6 тысяч общественных организаций, это и различные фонды, это и ассоциации, и союзы, которые как раз и являются такой мягкой силой в продвижении тех или иных государственных проектов. Ну и в частности мы взаимодействуем с союзом многодетных семей «Кубанская семья», с различными ассоциациями, союзами для как раз продвижения этих направлений. Что касается непосредственных, мы занимаемся продвижением социальных проектов как на этапе информирования, то есть мы предоставляем возможности и на сайте, и в соцсетях, и для средств массовой информации, различные рассылки. Так и занимаемся непосредственной координацией тех или иных проектов, которые проводятся на территории Краснодарского края. В частности, конечно, это развитие спорта, это поддержка многодетных семей, это образовательные проекты. Сейчас очень модно в последнее время проведение различных мероприятий по медиации. И как раз медиация, мы заключили даже соглашение с центром медиации Краснодара, который помогает нам, в том числе и государству в целом, решить те или иные конфликты, недопонимания между хозяйствующими субъектами. Потому что сейчас мы говорим о том, что правоохранительные органы в той или иной степени решают вопросы привлечения недобросовестных застройщиков к ответственности. Но, как правило, когда руководители уже находятся за решеткой, а люди остались без своих квартир, конечно, здесь проблема и муниципалитета, и органов власти региона, и самих дольщиков, которые не проверили, да и в некоторых случаях они не могли проверить, доверяя святой рекламе. И вот как раз вопросы медиации, разрешения конфликтов между уже органами власти, бизнесом и самими дольщиками мы используем. Естественно, вопрос координации этого направления стоит на повестке очень важен. Потому что мы взаимодействуем не только с муниципальными образованиями, но и с профильными органами власти, которые заинтересованы во взаимодействии и в продвижении новых форматов социально-экономического развития. Сейчас в Краснодарском крае работает большое количество предприятий сферы услуг, и в этой части как раз предприятия не всегда знают о мерах государственной поддержки, о тех вопросах, где можно сэкономить, то есть это, конечно, и налоговые все преференции. И в дальнейшем как раз вот один из направлений, это мы взаимодействуем с профильным министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, по созданию эко-технопарка. То есть это определенная территория опережающего развития, где резидентами смогут стать компании и получить определенные налоговые преференции. Статус эко-технопарка присуждает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. И когда предприятие попадает в, так сказать, пул предприятий, которые заняты сфером производства, и каждое предприятие в одной цепи имеет возможность для добавленной стоимости компенсировать затраты, конечно, эта общая коллаборация очень позитивно отражается и на сферу развития самого муниципалитета. Ну, как правило, это крупные города, это Армавир, это Краснодар. Но в целом как раз вопросы экопереработки, сортировки отходов, использования новых технологий, когда отходы сортируются и перерабатываются, допустим, пластик, после этого предприятие-резидент, получая переработанный отход, может использовать, допустим, на создание пластиковой трубы. Эта пластиковая труба потом используется другим предприятием в другом проекте. То есть весь комплекс резидентов здесь заинтересован в взаимодействии, и как раз о том, о чем говорит губернатор, что мы должны поставлять не только сырье, но и уже переработанную продукцию, уже готовую продукцию. Эта добавленная стоимость должна оставаться уже в бюджете Краснодарского края, соответственно, это даст возможность нам заниматься и социальными проектами, это повышать социальную нагрузку Краснодарского края для того, чтобы уже можно было задействовать уже дополнительные сферы развития, потому что да, действительно, многое сделано, но и многое предстоит сделать, и вот эта работа, которая выстраивается совместно с депутатским корпусом, с активными членами общества, а сейчас молодежь очень сильно активизировалась в последний момент, и мы очень рады этому, потому что много становится молодых предприятий, молодых предпринимателей, которым нет еще 25-30 лет, у них уже оборот не один миллион рублей, и которые уже ориентируют себя на расширение, на создание франшиз, то есть сам блок франшиз, и в последнее время как раз мы все вместе занимаемся процессом, так скажем, выставкой франшиз, когда человек, допустим, из дальнего муниципального образования может приехать в Краснодар и получить информацию о таком базовом варианте, когда франшиза готовится под упаковку своего бизнеса. Внутренняя франшиза, видите? Да, внутренняя франшиза, и человек, который уже успешно занимается руководством своего предприятия, допустим, он директор пиццерии, какого-то другого производства, он упаковывает свой бизнес, руководство Центра поддержки предпринимательства помогает ему в маркетинговом исследовании, то есть в анализе рынка. И человек, который заинтересован, допустим, в Ромавире, в Щербинском районе, который верит в свои силы, имеет четкое понимание, что он хочет быть предпринимателем, он может приехать и исследовать, проанализировать эту франшизу, и уже использовав ее, реализовав свое муниципальное образование, и зарабатывая деньги, кормляя свою семью, принося налоговые преференции для бюджета. Это очень важно. Есть примеры? У нас есть довольно-таки успешные примеры, когда предприятия сферы услуг, общепита упаковывают свой бизнес, и не те зарубежные франшизы, там, не общероссийские, когда у предприятий там 300-500 филиалов, а наши местные франшизы, которые как раз хорошего качества используют современные технологии, продукты кубанские, как раз распространяют свою франшизу, то есть упаковку своего бизнеса уже на другие муниципальные образования, и довольно-таки успешно они применяются на Черноморском побережье, особенно в летний период, когда эти точки открыты во многих адресах Черноморской зоны, и наши гости из других регионов очень хвалят и качество, и вкус продукции. Поэтому как раз и симбиоз этих направлений, как государственной поддержки, так и частного бизнеса в совокупности с экспертным мнением, как раз дает и новый драйвер, когда малое и микро предприятия довольно-таки активно участвуют в социально-экономическом развитии муниципалитета, но в рамках региона это довольно-таки значимые цифры. Если сравнивать с европейскими странами, то как раз там доля малого и среднего предпринимательства значительно выше, чем в России. И как раз и губернатор об этом говорит, что как раз мы и будем делать ставку на поднятие рейтинга и значимости малых предприятий, которым как раз и важно развитие в нашем аграрном регионе, туристическом регионе, и мы уже становимся промышленным регионом, инновационным регионом, который использует современные технологии, зарубежные технологии. Вот губернатор недавно был на выставках и в Финляндии, и в других странах. И как раз здесь он, так скажем, прорубает окно в Европу по продвижению товаров, особенно винного направления, когда будут строиться уже торговые дома Краснодарского края за рубежом, когда мы можем уже поставлять свою продукцию, качественную продукцию, выращенную на Кубани с использованием современных технологий, но ничем не уступающих по качеству аналогичным товарам зарубежья, мы здесь ценой и качеством существенно выигрываем. Фонду удается привлекать инвестиции для реализации здесь социально значимых проектов? Это такая кропотливая работа, она постоянная, и привлечение зарубежных инвестиций – это длительный период. И вот буквально через несколько месяцев мы собираем делегацию в республику Иран, где мы уже получили предложение от наших местных производителей сельхозпродукции, которые экспортно ориентированы, которые хотят развивать свой бизнес и уже экспортировать свою продукцию, будь то это рис, пшеница, ячмень и другие зерновые зарубеж, когда уже мы делаем на Кубани конкурентно способный товар, который отвечает современным требованиям зарубежья, который упакован, который наделен соответствующими сертификатами, переведен на те языки страны, куда они поставляют. И у нас уже есть хорошая практика торговли и с Турцией, и с ближним зарубежьем. И те предприятия, которые занимаются и сферой промышленности, как раз тоже уже заявились о возможности поездки в Иран. Конечно, вопрос стоит еще и привлечения совместных инвестиций, это строительство совместных предприятий. Здесь Краснодарский край как раз заинтересован, потому что это увеличивается прозрачность предприятия. Здесь создаются высококвалифицированные, высококлассные рабочие места, когда мы привлекаем уже специалистов из других регионов. Нам приезжают уже высококвалифицированные работники, повышая тем самым конкурентноспособность Краснодарского края. А в Краснодарском крае уже живет более 6,5 миллионов человек. Если говорить о Краснодарской агломерации, то это полутора-двухмиллионная агломерация, которая совмещает в себе и сельское хозяйство, и промышленность, и различные технопарки, и многие зарубежные гости, приезжая в наши технопарки, которые выпускают и наш грибной комплекс известный, и другие, вот недавно приезжала делегация из Испании, и порядка 10 предприятий приехало, тоже по линии агронаправления, и они были при этом в шоке от современных технологий и производств, которые уже на одном уровне с европейскими, а в некоторых нюансах они преуспевают, потому что мы за счет цены, за счет собственного ресурса более конкурентноспособны, чем аналогичные товары за рубежом. Естественно, это производство различных биодобавок, агрокультур, это вообще сельхозхимия, которая уже успешно поставляется во многие страны мира, и наш завод, который находится в Белореченском районе, является частью большого комплекса мирового, и мы знаем, что в Краснодарском крае довольно-таки большое количество зарубежных компаний, которые производят и сельхозтехнику, и различные стройматериалы, это и те, кто уже давно на рынке в Краснодарском крае, это те страны, которые уже давно зарекомендовали себя как партнер Краснодарского края, причем они, открывая производство, новые производства, как раз уже обращаются за мерами господдержки Краснодарского края, то есть это учрежденные ими полноценные кубанские предприятия, учрежденные с долей зарубежного партнерства, но здесь предприятия уже это юридические лица Российской Федерации, которые уже как резиденты имеют право рассчитывать на преференции. Да, они уже могут иметь возможность получить определенные льготы и преференции от Краснодарского края, от России в целом, и как раз это новый драйвер для развития экономики с учетом уже зарубежного опыта и партнерства, коллаборации для продвижения как раз и нашего региона, и той продукции, которую мы производим у себя в регионе для продвижения уже этих товаров на мировой рынок. Вы знаете, говоря о мероприятиях, мы с вами не затронули такой очень, мне кажется, важный фестиваль энергосберегающий вместе ярче. Как часто он проводится на территории Краснодарского края и что он несет? Это ежегодный фестиваль, который проходит у нас в городе Краснодаре. Инициатором проведения является министерство ТЭК и ЖГХ Краснодарского края с многими как общественными организациями, экологическими организациями, так и бизнес-сообществом. Конечно, это такой, на наш взгляд, знаковый фестиваль, когда на этом мероприятии рассказываются о современных методах сбережения, энергосбережения, бережливого производства, новых технологий, использования различных методов для экономии бюджета, как непосредственно нашего с вами, когда мы живем в квартирах, в домах, так и серьезной экономии предприятий. Потому что свет, энергетика, дорогого удовольствия. И как раз на этом мероприятии рассказываются легальные, государственные формы экономии на том или ином направлении, где предприятие может для себя выбрать уже использование новых технологий. И, конечно, с одной стороны, оно несет определенные затраты, необходимо это купить, внедрить, апробировать. Это разовые затраты. Разовые, да, единовременные такие затраты. Но когда уже они используют это, посмотрят по итогу года, конечно, здесь существенная экономия. И те предприятия, которые в прошлом году участвовали в качестве партнеров этого мероприятия, использовали новые, так скажем, фишки для этого проектного планирования и финансирования, они как раз и говорят, что действительно это работает. И мы существенно снизили затраты на электричество. Ну а так как эти затраты остались свободные, а мы за год и не думали о них, то мы можем либо на премии своим сотрудникам пустить, либо на расширение производства, либо уже на модернизацию. Здесь уже такие предприятия говорят о необходимости проведения таких мероприятий. И мероприятие, которое несет симбиоз между экспертным мнением, различными экологическими программами, современным производством, бережливым производством, очень важно. Потому что эксперты, которые внедряют, которые как раз и производят новые технически выверенные решения, чтобы они использовали площадку для определенного тестирования. Такие мероприятия дают возможность для тестирования новых видов продукции, различных технологий по проектному финансированию, по проектному мышлению. Потому что мы сейчас все заинтересованы и государство, и бизнес в экономии средств. Так как экономика сейчас идет планомерно, не такими темпами, конечно, как хотелось бы изначально. Но мы делаем все для того, чтобы предприятия, которые используют свой талант, свой уже опыт, как раз использовали меры государственной поддержки. Потому что это выходит не только в финансовом, натуральном, так скажем, выражении, просто получить льготный кредит или на чем-то сэкономить, но и получить дополнительные консультативные формы поддержки. Это грантовая деятельность, потому что за счет государства можно получить еще и маркетинговые исследования. Когда вы расширяете производство, либо запускаете новый продукт, вы должны исследовать рынок. И как раз Центр поддержки предпринимательства Краснодарского края, профильный департамент инвестиций и поддержки МСП, как раз и помогает в анализе этого рынка. А предприятия, которые обращаются к нам, мы являемся, скажем, партнером этих организаций. И мы можем посоветовать, какие существуют меры господдержки, какие есть финансовые инструменты, не финансовые. И как раз вот уже мы видим молодежь, используя, так скажем, эту информацию, особенно в районах. То есть если город Краснодар, вообще крупные города, активные в этом направлении, то там далекие районы, они не всегда имеют информацию. И как раз задачей, общей задачей информирования является как раз взаимодействие с предпринимательским сообществом, с бизнесом, с бизнесом напрямую по информированию мер господдержки, которые они могут использовать прямо сегодня, прямо сейчас. Понятно, что необходимо подготовить ряд документов, пройти определенную процедуру, но, по крайней мере, это действительно работает. И многие предприятия, придя в центр поддержки, сначала не верили, что вообще это работает. Они так на нас всем махали рукой и говорили, что да нет, это вы только об этом говорите с экрана в телевидении, либо на личных встречах, когда мы проводим какие-то консультативные мероприятия. А когда они получили первые транши, сэкономили первые проценты, сделали расширение своего бизнеса, у них изогрелись глаза, и они говорят, да, действительно, что в Краснодарском крае вопрос меры господдержки особенно активизировался. Вот последние годы, когда уже декапитализировался фонд развития бизнеса, фонд поддержки промышленности, разработаны были специальные программы, здесь уже общими усилиями мы говорим о том, что не надо бояться становиться предпринимателем, нужно с чего-то начинать. И как раз базовые программы и меры господдержки как раз и дают в формате стартапа занятия предпринимательской деятельности, и мы видим, как омолаживается наше предприятельское сообщество. Ну там действительно создана целая индустрия поддержки предпринимателей, coworking center, engineering center, фонд микрофинансирования, то есть они, получается, человека ведут по всем ступеням развития его бизнеса. Многие у нас в России не верят вообще, что это бесплатно, что это работает, что это вообще есть, потому что на встречах с населением многие у нас сотрудники, руководители встречаются с бизнес-сообществом, некоторые из представителей уже и депутаты районные, и городские, некоторые уже и краевые, и они постоянно говорят о мерах поддержки, о каких-то формах и форматах взаимодействия, и руководители предприятия говорят, да нет, что вы нам рассказываете, такого ничего нет, это где-то вот только в интернете написано на ваших сайтах, по факту мы ничего не можем получить. Ну вот после этого точечно подзываешь этого директора, представителя компании, говорит, ну вот вы связывались вообще, вы знаете вообще, о чем вы говорите? Да нет, вот мне коллега рассказал, он там пытался, ничего не получилось. И вот уже фактически, когда за руку взяли этого человека, привели в центр поддержки, он собственноручно написал заявление на меры господдержки, выбрал определенные категории, и через определенный промежуток времени, заполнив невеликие бланки, предоставив там невеликую отчетность, он получил первый форум поддержки, и с ним начали заниматься, он говорит, ну я никогда в жизни не поверил бы, пока сам не столкнулся. И вот как раз вот этот финансовый нигилизм и порождает слухи и домыслы, как раз с этим мы и общими усилиями боремся, и фонд как раз занимается базовое, это информирование населения путем как личных встреч, так и средств массовой информации, так и, конечно, взаимодействием с бизнес-ассоциациям, потому что в этих институтах финансовых подразумевается количество предприятий, которые занимаются тоже самым информированием. Вот это наша общая задача, когда мы говорим о том, что органы власти располагают, наши предприятия могут этим воспользоваться, а вот эта пропасть как раз заполняется информированием людей, и как раз наша задача связывать две стороны, а порой и три стороны, потому что некоторые с консультантами, с большими экспертами выступают. Но когда мы по факту спрашиваем, пользовались или нет, знаете или нет, то многие ретируются, либо начинают блеять, и когда мы говорим, что вот есть 12 форм программ, вот есть такие-то проценты, есть такие суммы, вот, пожалуйста, пользуйтесь. И они с недоверием начинают так тестировать себя, нас на такой формат взаимодействия. И когда получается у них, мы прежде всего, мы рады, потому что человек, руководитель предприятия, расширяя свой бизнес, создавая новые рабочие места для своего предприятия в рамках своего муниципального образования, фактически поднимает экономику муниципалитета, будь то это город, либо небольшая станица. А в рамках станицы это очень сильно заметно, когда там 10 человек создают индивидуальное предприятие, к ним приходят их родственники работать, их друзья, и создается из 10 человек, там, 50, и уже они экономически стабильны, соответственно, платятся налоги, и бюджет поселения заметно ощущает их поддержку, и уже это можно направлять на социальные нужды. Ну, будем надеяться, что финансовый нигилизм у нас иссякнет, но вам работа еще большая предстоит? Ну, у нас плановая работа, мы здесь как международная деятельность, так и непосредственно работа с населением во взаимодействии со средствами массовой информации, с экспертами, с различными молодежными центрами, которые как раз и толкают молодежь для ознакомления, особенно это в сельском направлении, у нас есть национальный проект село, где наш союз молодежи, Кубанский союз молодежи, как раз и проводит много мероприятий, где мы собираем и представителей крестьянско-фермерских хозяйств, и они работают с ними напрямую, когда можно пользоваться поддержкой, как финансовой, так и нет, и продвигать свой интерес уже развития своего предприятия далеко за пределы своего муниципального образования, это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова